На конкурс «Дети читают стихи» Дидикова Марина, 15 лет, город Кемерово, школа номер 28, учитель Кривошеева Ирина Викторовна, Ольга Бергольц, отрывок из поэмы «Февральский дневник». Был день, как день. Ко мне пришла подруга. Не плача, рассказала, что вчера единственного схоронила друга. И мы молчали с ней до утра. Какие же я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы слили хлеб, что было вложен на нем. В один платок закутались вдвоем. И тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном. Истыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалась лунная колечка, похожая на радугу слегка. Когда немного посветлело небо, мы вместе вышли за водой и хлебом. И услыхали дальний канонат. Рыдающий, тяжелый, мердный гул. Тормя рвала кольцо плаката. Вела огонь по нашему врагу. Как мы в ту ночь молчали. Как молчали. Но я должна. Не надо говорить. С тобой, сестра, по гневу и печали. В прозрачной мысли. И душа горит. Уже страданиям нашим не найти ни меры, ни названия, ни сравнения. Но мы в конце цепнистого пути. И знали. Близок день освобождение. Наверное, грозный будет этот день. Давно забытый радостью отмечен. Наверное, огонь дадут везде. Во все дома дадут. На целый вечер. Двойной жизнью мы сейчас живем. В кольце и стужи. В голоде и печали. Мы дышим завтрашним, свободным, щедрым днем. Мы этот день уже завоевали. И каждый, защищавший Ленинград, Ложивший руку в пламенные рамы. Не просто горожанин, а солдат. По мужеству подобный ветеран. Сестра моя, товарищ, друг и брат. Ведь это мы, крещенные блокадой. Нас вместе называют Ленинград. И шар земной ворзится Ленинградом. И ночью будет, утро или вечер. Но в этот день мы встанем и пойдем. Воительницы армии навстречу. Посвобожденному городу в своем. Мы выйдем без цветов, помятых касках. Тяжелых ватников, промерзших полмасках. Как равные, приветствуя войска. И крылья мечевидные расправив. Над нами встанет бронзовая слава, Держа венок в обугленных руках.